Этот крошечный остров часто не виден на карте, но все кто посещает Гёнзи уже не сможет его забыть. Этот остров наполнен историей и красотой и мне впервые захотелось остаться жить в этом месте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Санкт-Петербург Потому что перевод их практически совпадает Здесь вы найдете бесконечное количество местных магазинчиков С сувенирами, со знаменитыми изделиями из ткани Джорси Вкуснейшие сыры Кстати, молоко коровок, которые проживают здесь на Гензи Считается самым богатым по содержанию белка и жиров Что будет возможность, обязательно попробуйте Все магазины открыты 5 дней в неделю С 9 до 5 часов вечера Парковки в Санкт-Петербург везде бесплатные Так что и для автомобилей здесь рай Ограничение скорости на острове 35 миль в час Это около 56 километров в час Кто понял жизнь, тот не спешит, как говорит мой хороший знакомый Артем И да, не бойтесь здесь заблудиться Ты всегда выйдешь в конечном итоге на главную дорогу Гензи предлагает исключительный выбор пляжей 27 пляжей, каждый из которых отличается от своего соседа И вы можете выбрать в зависимости от направления ветра и даже от настроения Приливы и отливы не только моют пляжи дважды в день, но и меняют их характер Кристально чистая вода идеальна для дайвинга А эти бухты в виде полумесяца Идеальны для серфинга и виндсерфинга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь так много историй, что не знаешь, с чего начать Вот, например, впечатляющий замок Корнет Охранял устье в порту Святого Петра на протяжении 800 лет Это самый старый памятник на острове Около двух тысяч лет Гензи и лежащие вокруг острова Имели важное стратегическое значение в защите Британии Поэтому здесь можно найти огромное количество сохранившихся фортов, башен, земельных батарей Построенных в течение двух тысяч лет И в том числе построенные немцами во время Второй мировой войны Окупация Гензи, кстати, самая длинная в истории среди всех государств Она началась с июня 1940 года и закончилась 16 мая 1945 И именно здесь был снят, кстати, фильм Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков Выпущенный в Лондоне в 2018 году о немецкой оккупации Нормандских островов По книге Мэри Энн Шафер Эта книга была бестселлером номер один в 2009 в Нью-Йорк Таймс И вот именно здесь вы увидите эти места Чтобы объехать остров, вам нужно преодолеть всего 10 миль Это порядка 16 километров То есть на автомобиле вы можете его объехать за один час Но если вы хотите еще и полюбоваться пейзажами И выпить чашечку кофе Этот вариант на полдня Жизнь на острове имеет свои особенности Это не только свежие морские продукты Восходы и закаты Это какое-то волшебное ощущение бесконечности Здесь нет как таковых границ Ведь тебя окружает вода Поэтому с одной стороны Жители здесь более раскрепощенные, свободные что ли А с другой они чувствуют себя более защищенно И самое главное Ты словно физически ощущаешь, как они любят свой остров, свой дом И каждый из них чувствует ответственность за этот остров Они какие-то более сплоченные, дружные, спешат помочь Ты словно попал в семью, где тебя всегда ждали Удивительное ощущение Создается впечатление, что водного транспорта здесь больше, чем наземного И это неудивительно, потому что Гензи окружает огромное количество островов Хочется выделить три из них Это Лио, Олдени и Сак И каждый из которых разный Сак, например, это частное королевское поместье С собственными законами, основанными на нормандских законах И собственным парламентом Население 500 человек Площадь 5,5 квадратных километров Олдени также является частным владением Он управляется собственным собранием штатами Олдени Состоящим из 10 членов и президента Все из которых выбираются народом А проживает здесь порядка 2000 человек На территории около 8 квадратных километров Остров Лио занимает 38 акров Это порядка 0,15 квадратных километров И население 1 Смотритель И кстати сейчас эта вакансия открыта И соискатель получит возможность Жить в единственном доме на острове На этих островах нет общественного транспорта И мало того Вам запрещено пользоваться автомобилями Разрешены только лошадки Где бы мы ни были Мы всегда с любовью возвращаемся домой Но в этот раз Мне было очень грустно покидать это райское место Я уверена, что мы обязательно вернемся Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok